если произошло так что тебя заколдовали как его лечить у нас двумя путями лечится колдовство узаконенный вид и запретный вид что касается это читать шариатскую руку считая с тремя условиями которые упомянули выше от дуа делать дуа и стима на ладу мубаха использовать дозвольные виды лекарства аляси а мед аль-хиджана кровоиспускание нам а дал косим я из подобный вид лечения дозволен и алкас масса не анну вид лечения они ураги ссирб ссир когда человек лечит колдовство колдовством ада муха лифли китаба сунь это противоречит курану и сунь и муха лифли аквала ссахаба вал а им и противоречит словам сподвижников и имамов ученых адафей токуя лишь сахара и этим самым ты укрепляешь положение колдуна табыр куран и этим самым ослабляешь лечение кураном да а и за ка на риндана и ладь мазмун миябельми а и ладь мазмун вахид бельми а если у нас перед тобой два вида лечения одно лечение стопроцентное тебе дает одно только один процент есть вероятность лечения а я мана ход какой ты возьми тот который в которой есть стопроцентный калором на вуме обмир поэтому лечение кураном в нем гарантия стопроцентным лимона Почему мы оставляем то, в чем есть 100% гарантия, то есть то лечение, в котором есть 100% гарантия, а это лечение Курана, и мы оставляем то, в чем всего лишь 1% гарантия, а это лечение колдовством? И потом больной, когда опять идет к какому-то другому, допустим, например, колдуну, чтобы тот вылечил его колдовством? Что делает этот колдун-лечащий? Делает ему новое колдовство. Он, когда пришел к этому колдуну, у него была только одна болезнь, и сейчас у него 2 или больше колдовства, сейчас у него 2 или больше колдовства. И этот колдун не может начать лечить этого больного до тех пор, пока этот больной не совершит какой-то ширк в виде жертвоприношения шайтана. Некоторые люди думают, что они заколдованы, то, что в нем джин или что его сглазили, думают, что что-то с ним произошло. Зачем ты думаешь о таких вещах? Зачем тебе так думать? У тебя есть шариатская рухья, поэтому используй ее, если даже ты этому верен. Мало этого, даже те, которые делают рухья в соответствии с шарианом, не ходи к ним. Почему? Потому что это лишает тебя упования Всевышнего Аллаха Суббаната. Аллаху Аля.